Так, добрый день! Продолжаем рассматривать программу Downpress SO 3.8, но прежде чем приступать к выполнению отрисовки системы отопления и непосредственно в программе, вам потребуется сделать следующее. Во-первых, вам нужно начертить систему отопления вашего здания. В курсовой работе используется и для типа системы, это лучевая, и периметральная, то есть вам нужно расположить отопительные приборы, дальше расположить где у вас находится визуальный тепловой пункт либо котел, в курсовой работе используется визуальный тепловой пункт. Дальше расположить стояк либо стояки, зависит от того сколько у вас помещений и какое здание. и коллекторы, к которым будут подключаться либо ветви, соответственно, если это у вас лучевая схема, либо ветки, если это у вас периметральная схема отопления. Так, после того как вы все отобразили на планах, нужно будет начать эту схему. Во следующем может быть будет отдельное видео по данной тематике. А сейчас пока воспользуемся тем, что сделано. Я просто нарисовал трассировку с отопительными приборами и в дальнейшем буду использовать эту трассировку. Вот на этом слайде вы видите трассировку периметральной системы. Я установил отопительные приборы все под окнами. Единственное, один отопительный прибор, который находится рядом с входной дверью. Ну, то есть расположил вот здесь, нужно и у этой. Внутренние стенки расположить. Расположили так. Дальше расположили в диване тепловую пункт в этом месте. И расположили стояк и коллекторы, еще их называют по фастонам гребенки, к которым подключили соответственно группу отопительных приборов верхнего фасада и нижнего фасада. Почему так сделано? Потому что сверху у нас северная сторона, снизу у нас южная сторона. Чтобы у нас было отопление по фасадным, потому что с северной стороны солнце меньше и соответственно более холодная часть здания. Ну, а с южной стороны, для того, что зимой мы в межсезонье, когда у вас зимой навеснул, солнце достаточно светит активно. Поэтому и данный фасад находится в более благоприятных обстоятельствах ниже вверх. Здесь лишь тревоги с северной меры. Так, ну и тоже самое по второму этажу. То есть у нас поднимается стояк на второй этаж. Здесь также установлены два коллектора, из которых отличается верхний и нижний фасад по тому же самому принципу. Так, ну и смотрите внимательно, чтобы у вас размер отопительного прибора, там например, если у нас всего 500 мм, 150-300 мм, чтобы они помещались у вас между первой частью окна и полом вашего помещения по высоте. Так, ну и тоже самое сделал для ночевой системы. Точно также расположил отопительные приборы под окном сверху и с нижнего этажа. Ну и точно также есть ИТП, стояк, благодаря которому поднимается полностью на верхний этаж. Вы видите ребенки? Который подключается от каждого стоящего отдельного отопительного прибора веткой к этому коллектору. Да, и еще, обращая ваше внимание, для того, чтобы было качественное теплоснабжение, энергосбережение, рекомендует подключать коллектор не больше 8 метров. Ну и соответственно, не более 8 отопительных приборов коллекторов. Здесь условие соблюдается, здесь у нас 8 приборов. Здесь, да, на предыдущем, то же самое, та же самая ситуация. Здесь как бы две ветки, включается верхняя и нижняя, и по 4 прибора в каждой ветке. Хотя вот в этой системе надо смотреть, как располагаются приборы. Вот. Потому что, главное, чтобы вот на конечном участке была нагрузка лучше, больше, чем на первом участке, и установлены данный отопительный прибор. Это обусловленный гидравлик, который мы рассматривали в соответствующих церковных занятиях. То есть, важность должна быть начальщины плановых этажей, на которые имеются в ней отопительные приборы и осуществительная разборка. Ну и показано также подключение. У меня вот здесь подключение не показано, что здесь, что на этом. Либо это нижнее подключение. Вот вариант вот здесь даже показан. Либо это у вас подключение боковое. Здесь все указывается в соответствующих планах. Ну и должна быть схема отопления, или иначе ее называют санометрической схемой. Все начерчиво в масштабе 1 к 100. Так, я подготовил. Ну и в дальнейшем мы рассчитаем две единицы системы. Спасибо за внимание. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok